Скрестить лимон и грейпфрут, конечно, не он придумал. В 10-й колонии гибриды цитрусовых выращивают уже много лет. Дмитрий, хоть и занимается этим всего несколько месяцев, зато делает это с любовью. Зреет гибрид долго, почти год. За то время, что Дмитрий здесь проведет, успеет вырастить как минимум десяток таких. Гигантский лимон – украшение теплицы. Кроме цитрусовых, здесь растут зелень, овощи и цветы. Агроном по образованию Дмитрий, ухаживая за местными растениями, занялся научной деятельностью. А это уже урок физики. В десятке теперь можно не только окончить 12 классов, но и перейти на следующую ступень образования. Диплом бакалавра получают дистанционно, на базе современной гуманитарной академии. Роман выбрал профессию психолога. Уверен, знания помогут и здесь, и на свободе. Без образования я не вижу перспективы этого. То, что я оказался в этих местах, как бы еще не говорит о том, что я не смогу занять какое-либо место, которое сможет приносить пользу людям. А это местная звезда Филипп Еловега. За несколько лет пребывание в Саратовской колонии умудрился вывести местный театр на другой уровень. Сейчас репетирует новую постановку Остап Бендер и золотая дюжина олимпийских объектов в Сочи. Актером он был и на свободе, но только за решеткой прочувствовал до конца так часто звучащую среди артистов фразу «жить на сцене». Это та часть энергии, вот внутренней какой-то человеческой энергии, которая позволяет ему двигаться, решать что-то, придумывать что-то, жить. От тюрьмы не зарекайся, гласит всем известная поговорка. Но наши герои доказывают другое. Не бывает безысходных ситуаций. Главное, очень сильно хотеть жить. Но оценить, к сожалению, данную возможность смогут далеко не все. Решетка либо ломает, либо дает толчок. Главное, чтобы не было поздно. Екатерина Сулейманова, Александр Кравченко. Новости. Телеобъектив.